День гражданской обороны. Это тема дня. Я на тур. Здравствуйте. 4 октября в нашей стране отмечается 87-я годовщина со дня образования гражданской обороны в Российской Федерации. Сегодня это отлаженная эффективная система, которая работает в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Кроме того, регулярно проводится и учение самого населения. Так, в начале октября такая тренировка прошла на объектах в Краснодаре. Кроме того, в нашем регионе система ГОЧС объединяет функции спасения, центры пропаганды и оповещения жителей, а также центр мониторинга и прогнозирования, благодаря которому получается минимизировать ущерб от природных ЧАЭС. Подробнее о работе службы сегодня мы и поговорим в программе. Тема дня у нас в гостях Павел Анатольевич Гагулин, начальник управления по сопровождению автоматизированных систем Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Хотела, прежде всего, вас поздравить и ваших коллег, потому что мы без вас никуда. Если вдруг что случится, конечно, к спасателям. И в первую очередь хотела бы у вас спросить, вот сегодня понятие гражданской обороны, что себя включает? Потому что вот 87-е годовщина уже отмечается, да? Соответственно, служба изначально создавалась с одними полномочиями, сегодня это немножко другие, правильно? Правильно, да, все. Ну, перед началом я хотел бы, конечно, поздравить непосредственно тех, которые участвовали, принимают участие в создании гражданской обороны, ветеранов гражданской обороны. И пожелать им, конечно, крепкого здоровья, благополучия, чтобы было мир на небо над головой. И, конечно, самое главное, это уверенность в завтрашнем дне. Ну, гражданская оборона у нас существует на территории Российской Федерации, создана в соответствии с 28-м федеральным законом. Формлевку я не буду зачитывать, эта система создана для защиты населения, материально-культурных ценностей при ведении военных конфликтов, следствия этих, там, защите населения территории. Существует у нас 15 задач гражданской обороны, которые необходимо реализовывать в рамках подготовки. И это основные такие, я хотел бы озвучить, это у нас подготовка населения в области гражданской обороны. Для этого у нас создано наше подведомственное учреждение в Министерстве ГВЧС Краснодарского края, которое занимается и шляет эту подготовку. В соответствии, также в муниципальных образованиях созданы курсы гражданской обороны, которые шляют подготовку населения. Следующая из основных задач, это оповещение населения. Как вы правильно сказали, в соответствии с поручением губернатора утвержден план, график проведения этих проверок. На текущий 2019 год у нас запланировано 4 проверки системы оповещения. Буквально недавно проходила эта проверка системы оповещения. Она показала себя, что система готова к выполнению задач по функционированию, по предназначению. У нас на территории края создано порядка 1500 оконечных устройств оповещения. Если взять прошлый год, у нас модернизировали систему оповещения на территории двух муниципальных образований. В этом году завершена модернизация на территории трех муниципальных образований. Дополнительно по решению губернатора Краснодарского края система оповещения будет и начата уже модернизация на территории Обширонского района. На следующий год модернизация запланирована еще в двух муниципальных образованиях. То есть сумма там, трехгодичный контракт был заключен порядка 250 миллионов рублей. Основная, какие следующие задачи? Это обнаружение районов, подвергшихся радиационному, химическому, биологическому заражению. Восстановление функционирования объектов экономики. Приведение в готовность сил и средств гражданской обороны. Дальше и ряд других задач. Если говорить о том документе, который вы сегодня принесли с собой, исторически важном, можете показать, о чем он рассказывает? Да, вот 4 октября 1932 года изгнано постановление. Это копия, да? Рассекреченого документа? Да, это копия постановления Совета народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик. И которым было утверждено положение о противовозвучной обороне СССР. Этот документ... Это прообраз, получается, возникновения службы, да? Ну, можно сказать, что это... Да, после этого родилась гражданская оборона. И отмечается день рождения гражданской обороны. Раньше была, называлась она местная противовоздушная оборона. Силы гражданской обороны участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. После этого на силы гражданской обороны были возложены полномочия по ликвидации последствий природных и техногенных пожаров и так далее. Если говорить сегодня о компетенции Министерства ГОЧС, что входит в первую очередь в вашу работу? В Министерство Гражданской обороны и Чернобыльской ситуации Краснодарского края специально полномочий орган Краснодарского края созданы для решения задач реализации государственной региональной политики в область защиты населения территории Чернобыльской ситуации природного и техногенного характера, гражданской обороны и пожарной безопасности. В составе Министерства шесть подведостных учреждений, государственных и казенных учреждений, одни из которых это подразделения оперативные, скажем, быстрого реагирования. Это Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-Спас», в которой 21 профессиональное формирование за год было спасено порядка 1350 человек. Также краевая противопожарная служба, которая включает в себя 37 филиалов на территории, которая прикрывает 320 населенных пунктов, порядка 450 тысяч человек и 38 объектов с круглосуточным пребыванием людей. Кроме этого, как я уже повторюсь, создан учебно-методический центр по гражданской обороне и червячайной ситуации, который проводит обучение, начиная от руководства Краснодарского края, заканчивая объектами экономики. А если говорить о ваших подведностных организациях, которые занимаются пропагандой среди населения, которые объясняют жителям, как себя вести в той или иной червячайной ситуации, расскажите об этой части работы Министерства. Перед эфиром я буквально осмотрел вашу передачу и была информация Министерства ГОИЧС Краснодарского края, что как действуют, какие грибы, как собирать. В принципе, наше учреждение курса ГОИЧС разрабатывает памятки, всевозможные листовки. В прошлом году была разработана энциклопедия комплексной безопасности, в том числе и детская энциклопедия. Была распространена в муниципальном образовании, где непосредственно они раздаются как населению, так и дошкольных и образовательных учреждения Краснодарского края. А вот все краснодарские учения, которые прошли 1 и 2 октября на территории нескольких объединений в Краснодаре, что показывает вот такая вот система оповещения и вот такие проверки? Как вы реагируете на них? Какие ставите задачи в момент таких вот учебных тренировок? Как себя показали они в этом году? Ну, любая проверка системы оповещения, она планируется заблаговременно, как скажут, соответствует утвержденным графикам губернатора. И перед тем, как запустить систему оповещения, информируется население на территории муниципальных образований. Размещается информация на сайте главы администрации губернатора Краснодарского края, на сайте министерства ГОИЧС Краснодарского края, а также муниципальных образований. После этого непосредственно запускается система оповещения. Люди, услышав сигнал, называется это «Внимание всем», необходимо включить там телевидение, радио. И по цифровым каналам будет размещена информация, что делать в той или иной ситуации. В целом система, как и сказал, что показала себя готовой к предназначению действия. Кстати, по поводу районов, прямо с честными на связи, Приморско-Ахтарский район, Виктор Сергеевич Мальцев, начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Приморско-Ахтарского района. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Сергеевич, прежде всего, конечно, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Желаю вам как можно реже выезжать на ЧП и ЧС и просто заниматься пропагандой и проверкой разных моментов. Согласна с вами? Огромное спасибо. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как в Приморско-Ахтарском районе построена работа ГОЧС, как оповещаете людей, как тренируете их привыкать вести себя четко и грамотно в условиях чрезвычайных ситуаций? Спасибо, что предоставили слово. Территория муниципального образования Приморско-Ахтарский район несколько десятков километров граничит с Азовским морем. Поэтому при сильных витрах западного направления возможно подтопление отдельных территорий, что уже было несколько раз. Непосредственно хутора Садки. В целях предупреждения населения об угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций в хуторе Садки в городе Приморско-Ахтарск в хуторе Морозовском установлена комплексная система экстренного оповещения населения, которая представляет собой сигнально-речевые устройства. В этом году, в 2019 году, на территории нашего района установлена региональная система оповещения населения, в ходе опытной эксплуатации которой организовано взаимодействие двух этих систем оповещения, что позволит уже в 2020 году значительно увеличить площадь охвата оповещения населения, предотвратить несчастные случаи, ну и, разумеется, спасти жизнь людей. — Понятно. Спасибо большое, Виктор Сергеевич. — Спасибо. — Если говорить об обновленных вот таких вот системах, то где еще на территории края уже вот такие автоматизированные, скажем так, машины, помогают вам реагировать и за высотой уровня рек, да, и за, может быть, ситуациями, которые в дальнейшем могут развиваться в ЧП? — У нас также есть подведомственное учреждение, Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации. Вот я с собой про галочку взял. Вот они за текущий период 2019 года подготовили 241 прогноз об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а также 137 экстренных предупреждений и рекомендаций, как действует той или иной чрезвычайной ситуации. Оправданность прогнозов, которые направляет в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Краснодарскому краю, составила более 95%. То есть показатель очень высокий. Этот Центр работает в тесном взаимодействии с нашим Краснодарским Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и совместно выполняет задачи по мониторингу и прогнозированию чрезвычайной ситуации. Кроме того, ваша служба в том числе занимается же и системой безопасных городов. Расскажите более подробно об этом, как помогает эта система именно в сохранении безопасности граждан. Безопасный город. В этом году мы завершаем проектирование. И я думаю, что ближе к концу года у нас будет уже понимание. И на следующие два года выделено в бюджете Краснодарского края предусмотрено 530 миллионов рублей для реализации построения безопасного города. Основное, конечно, это будет построено на территории города Краснодара и Сочи. Для оставшихся муниципальных образований будут предусмотрены типовые проекты, как реализовывать, как подключиться. Она себя включит в безопасный город. Что она себя включит? Все имеющиеся на территории муниципального образования, так и края, автоматизированные и информационные системы. Это такие, ну как я назову, что у нас на территории края уже функционирует, уже плодотворно. И это система мониторинга поводковой ситуации, о которой я говорил, что благодаря, что можем прогнозировать возникновение очеречной ситуации заблаговременно, за 3-5 часов. Сейчас мы развиваем эти системы. В 2018 году было установлено 38 датчиков на территории муниципальных образований. В настоящее время передаются на баланс муниципальных образований. Далее, какие системы себя включают? Система вызова экстренных оперативных служб по 1 номеру 112. Система видеонаблюдения. Система фото-видео фиксации. Система оповещения. Ну вот основные системы, которые будут в дальнейшем объединить в себя аппаратно-программный корпус в безопасный город. А как потом Ваши специалисты обрабатывают эту информацию? Либо она частично обрабатывается в автоматическом режиме? Или это тоже рассчитывает безопасный город? В дальнейшем, конечно, это будет очень огромное подспорье оператору, который будет находиться. У нас в 2018 году уже созданы информационные центры. Он же также является центром обработки вызовов системы 112 краевым. И уже отдельные элементы туда выведены. Вот выведены туда 16 объектов транспортной инфраструктуры. С края выведена информация о видеонаблюдении поток. Также с территории семи муниципальных образований. Выведены туда датчики мониторинга паводков. Кстати, приглашаем посетить, посмотреть, что там же принимаются вызовы по номеру 112. Обрабатывается, помогает населению. В дальнейшем, конечно, это будет автоматизировано, но оператор тоже будет участвовать. К примеру, на территории муниципального образования поднялся уровень воды до опасных или критических отметок. Символизирует датчик, автоматически выводится в систему. Система запускает оповещение руководящего состава в телефонном режиме, оповещает. И в дальнейшем помогает принимать то или иное решение для снижения количества как материальных ущерба, так и человеческие жизни, чтобы сохранить. Павел Анатольевич, если говорить о работе вместе с населением, в частности с детьми, школьниками, потому что, например, разные другие службы активно внедряют школьников тоже в формат пропаганды, рассказывают им, как себя вести в той или иной ситуации. Есть ли у Министерства ГОЧС края тоже такие формы взаимодействия с людьми, чтобы еще в детстве сформировать правильное отношение и к чрезвычайным ситуациям, и рассказать ребенку, как он должен себя вести? Конечно, есть. Также работа эта проводится совместно с Главным управлением МЧС по Краснодарскому краю. 1 сентября во все учебные образовательные учреждения, как дошкольного, убывали сотрудники не только нашего министерства, а также МЧС федерального, которые проводили первые открытые уроки по безопасности для деток, в том числе в школах, в институтах. Есть курсы оказания первой медицинской помощи, или это на базе Кубань-Спаса? На базе учебно-методического центра проводят занятия, в том числе и по оказанию первой медицинской помощи. Также Кубань-Спас привлекается в ходе проведения всевозможных соревнований. Они не только обеспечивают безопасность этих соревнований, но и также учат деток, проводятся такие соревнования, как школы безопасности, краевые, российские соревнования. Если говорить, Павел Анатольевич, знаете о чем? О том, как построена работа именно спасателей службы Кубань-Спаса. Потому что в этом году летом они часто очень выезжали на выезды, хотя казалось бы, вроде бы такой спокойный период. То есть ни подтопление, ни зима. Как вы готовите эту службу к тому, чтобы она была эффективной, чтобы она смогла нести свою работу, ну и чтобы восстанавливаться успевали спасатели? Я бы хотел начать то, что руководители службы заслужены герои Кубани. То есть там находится дежурство, квалифицированные специалисты. На всех соревнованиях в протяжении нескольких лет они занимают только передовые места. На российских, на международных соревнованиях, там высокого квалифицированного класса спасателей, которые готовы прийти на помощь не только в трудодоступной, к примеру, в горной местности, где-то на воде. То есть во всех ситуациях, поэтому такая статистика, которую я искал, что было проведено за этот год 1850 аварийно-спасательных работ. И спасено 1350 человек, вдумайтесь в цифры. То есть они готовы автономно работать в течение трех суток. Состав дежурной смены в течение 10 минут готова полным составом убыть в любую точку, где произошла чрезвычайная ситуация. А в течение двух часов весь состав всего отряда готовы убыть также в район чрезвычайной ситуации или какого-то происшествия. Павел Анатольевич, как Министерство ГОЧС сотрудничает с такими же аналогичными подразделениями, например, в других регионах? Это актуально, например, в период паводка, потому что очень многие реки, та же самая Кубань, Белая, например, Лоба, они проходят по границам с другими регионами России. Как в этой связи Министерство сотрудничает с коллегами? Как сотрудничает заключено соглашение не только об информационном взаимодействии, а также об организации помощи при возникновении чрезвычайной ситуации, они квалифицируются в зависимости от уровня. В зависимости от уровня, если захватывают, к примеру, территории двух и более муниципальных образований, тогда мы справляемся своими краевыми силами, федеральными силами. Там привлекается группировка сил и средств не только наших подразделений, как Кубань-Спас, Краевой пожарной службы, Федеральной МЧС России, также и МВД России, и Министерство здравоохранения Краснодарского края. Все-все-все подразделения, в том числе и Роспотребнадзор, все убывают в зону чрезвычайной ситуации. Если взять аналогию прошедших чрезвычайных ситуаций, с каждого даже муниципального образования решением губернатора, как правило, прибывают мобильные группы, которые помогают, также волонтеры всевозможные, которые помогают, ликвидируют и разбирают, скажем, завалы там или помогать в той или иной чрезвычайной ситуации или происшествия. Например, у других регионов или республик Сирокавказских есть тоже такая система мониторинга, которая установлена у нас, аналогичная нашей. То есть есть ли взаимодействие между вашим министерством о том, что они сообщат вам вовремя, о какой чрезвычайной ситуации следует готовиться, ну, например, нашим пограничным районам? Конечно, да. В наши сотрудники входит состав рабочей группы Кубанского бассейна водного управления. В случае сброса с водохранилища, к примеру, Неводномыского, тогда собирается эта рабочая группа, туда входят не только сотрудники нашего министерства, и МЧС России, и других подразделений, где коллегиально принимается решение и комплекс мер, которые, чтобы не предотвратить, к примеру, там затопление территории. Спасибо вам большое, Павел Анатольевич. Самое главное, спасибо за вашу работу. Спасибо вам. И всем вашим коллегам передайте обязательно от нас тоже благодарность. Спасибо.